друзья у нас на кухне эксперимент так у меня у меня нет куда все укладывать ладно сейчас возьмем пергамент в общем наши любимые прянички сейчас форму наши любимые прянички сегодня будут мятные вот почему-то мне сказка сразу вспоминается алексей геновиду курсу вот для танечки и для ванечки но были припасены все такой мятный прянички кто-то там злой и сначала было потом стал добрый чем яйцами как хочешь или сердечками так ой какой чуть нежное тесто вообще не получится не получится у меня так это мятные прянички в общем у нас было мята для заваривания чая обычную мяту просто в турции купили на рынке и этот высушили поскольку не могли ее съесть там такими огромными пучками продают мяту мы ее высушили оборвали потом мама подсказала что надо оборвать листочки что типа этих не надо ветки не нужны вот и собрали в пакет привезли домой она у нас лежала лежала это мята значит мы ее там иногда очень-очень редко в чай закидывали получался мятный чай вкусно в принципе не знаю почему мы редко закидываем алексей нас в основном занимается завариванием чая вот но довольно редкого это делал мы на противне готовили чё сегодня самсу готовили на противне поэтому противень у меня сейчас алексей помоет а я пока вот так вот на стол припыленной мукой формирую вот такие вот прянички и значит мяту мы эту привезли домой чай заваривали так у меня лежало много мяты в пакете и вдруг мне пришла мысль алексей сказал что помнишь мы ваша они покупали мятные прянички помню прекрасно помню вкусненькие мятные прянички и вот мне пришла идея в голову а почему бы не сделать мятные прянички самостоятельно то есть вместо какао я добавила перемолола через кофемолку вот эти вот листочки мяты добавила вместо какао порошка в тесто добавила значит эту мяту и количество какао порошка заменила мукой но у меня получилось еще чуть больше даже муки ушло и тем не менее очень очень мягкое тесто я даже не знаю получится ли прянички но тесто прям посмотрите какое мягкое мягкое чем должны быть у нас сегодня мятные прянички друзья напишите в комментариях только алексей не помнит или никто не помнит такую вот сказку что типа бармалей проглотил там танечку и ванечку не ходите дети в африку гулять вот а потом короче кто-то его там на каждую силу нашлась еще большая сила не помню кто крокодил или кто проглотил короче этого бармалея и вдруг он тут стал добреньким и для танечки и для ванечки у него сразу появились мятные прянички интересно покажем дальше что получится всем привет друзья не шутка с папа лёши у нас заняты делом вот что они делают мишуся скажи привет привет папа лёша скажи привет что вы делаете миша покажи как ты будешь у нас жара лето лето прям уже дети поливалками поливаются он у всех эти пистолетики миша сейчас свой водный бластер принесет и пил 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 это базука обычно в реальном она стреляет либо сносными патронами которые могут пил пил и послезают пил 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 худ囹ка мальчко Cross Какой у тебя помощник. Ты нам спиной закрой. Помощник держишься? Ага. Не навернешься? Нет. Без папы, когда папе не помогает, залазить на подоконник нельзя. Знаешь? Да. Откуда? По-моему, это вживую было. Или просто говоря. Давай еще тут по-выбречь. Есть он? Да. Еще разочек. Я вот тут отстану. Мишутка, Мишутка, что с твоей обувью? Кошмар. Там говорила... Кто говорила? Говорил-ка, говорила. Нет. Говорила Виктория Петровна, что был такой случай. Короче, мальчик подбежал, и там было открытое окно. По-моему, второй этаж. И девочка упала со второго этажа. Ну-ка, давай побрызгать. Вот теперь смотри, как протрем. А вы эти откосы чего не моете? Они что ж пыльные? Какие откосы? Эти? Которые снаружи. Какие откосы? Отливы или как их там? Не откосы, а отливы. Какие отливы? Которые снаружи. Железные вот эти? Помыли? Да. А все комнаты моют, как их не моют. И теперь, как мама говорит. Надо же придраться, к чему я возьму. А это что? А вот это вот что? Это вот. Это слив с крыши. А, Мишан, еще внизу вот тут брызгнет. Видите, какие молодцы. Мишутка, как ты так обувь свою сделала? Кошмар. Пап, надо заклеить. Чего же у нас ребенок как оборванец-то? Нет. Мы Мишутке и Олегу покупаем специально вот такую обувь профилактическую от плоскостопии. Чтобы не заболели плоскостопии, детки. Ну, вернее, у них и так плоскостопие, чтобы... Кстати, а мы... Не прогрессировало. Не прогрессировало, да. А мы на ванне стояли, вот так вот. Вот так вот. И у нас плоскостопие намного меньше становилось. Потому что именно вот эта вот часть, на которой мы плоскостопие у меня стояли на ванне. Кто мы? Ну, я с Олегом. Серьезно? Ага. Стояли, и здесь вот у нас плоскостопие уменьшалось. Понятно. И переходим сюда, а будем здесь вот делать. Да, сейчас туда переходим. Молодцы! Потому что градусник может помешать. Друзья, у нас очередная вкуснятина для кулинарного канала. Алексей нас готовит к мукбангу. Я тоже сейчас начну бровки рисовать. Здесь у нас уборщик. Ходит тут под ногами. Мешается. Наводит нам порядок. Камера, свет, все установлено. Сейчас скоро будем кушать. Вон там в контейнере у меня ленивые голубцы с огурчиками. Основное блюдо сегодня у нас огурчики для кулинарного канала снимали. А ленивые голубцы уже снимали до этого. Сегодня мы просто с ними будем кушать огурцы. Вот такие вот у нас дела.